Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели! В эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии работает Ларина Сукуева, за режиссёрским пультом Михаил Эверстов и Николай Слепцов. На календаре 15 февраля, вторник, и сегодняшний наш выпуск мы посвящаем здоровью, а в частности, психическому здоровью, и поговорим о психосоматике, а позже затронем тему зрения, в частности, зрения во время беременности. Так что, если у вас есть вопросы нашим специалистам, то смело звоните нам в студию и задавайте вопросы. Телефон в студии прежний, 32 0066, 32 1166. Также вы можете задавать нам вопросы по WhatsApp номерам, его цифры я тоже озвучу, 8 4 11 232 0066. Как-то известный психолог, профессор Юрий Орлов сказал, что если мыслить правильно, культивировать хорошие эмоции и бороться с плохими, то можно предотвратить множество заболеваний. Так ли это? На этот вопрос и другие сегодня нам ответит врач-психиатр, психотерапевт, детский психиатр Якутского республиканского психоневрологического диспансера Валерия Берчитова. Добрый день, Валерия Владимировна. Добрый день. Для начала объясните, пожалуйста, нам, что такое психосоматика? Вообще психосоматика в 21 веке собой представляет очень сложную биопсихосоциальную модель, потому что человек сам по себе представляет очень сложную комплексную систему. И наше здоровье зависит от множества факторов, таких как генетика, образ жизни, экология, информационная среда. А кто имеет право заниматься психосоматикой? Всегда ли это врач-психиатр? Нет, это не всегда должен быть именно врач-психиатр. Это может быть психолог, психотерапевт и психиатр, которые прошли обучение, специализацию по данному направлению. А чем отличается психосоматика от ипохондрии? Не одно ли это тоже? Ну, ипохондрия, в ипохондрии больше присутствует компонент тревоги, когда человек, имея какой-то симптом, например, метеоризм, и сразу подозревает у себя тяжелое заболевание, в частности, онкологию. Ну, это как пример. То есть в ипохондрии больше не симптом человек предъявляет, а ожидание болезни, ожидание симптома. Ну, допустим, вот сейчас актуально ковид, да я вот жду, я сейчас заболею ковидом, я заболею ковидом. Да, вот у меня легкий насморк начинается, и это уже ковид, я все сразу убегаю. Это ипохондрия? Это ипохондрия. А психосоматика, каковы симптомы тогда получаются? В психосоматике вообще в МКП-10 есть понятие о соматизированном расстройстве. То есть соматизированное расстройство – это такие повторяющиеся, часто видоизменяющиеся симптомы, которые длятся обычно много лет, при этом могут не иметь объективной физической основы для симптоматики. То есть это обычно симптомы в области желудочно-кишечного тракта, кожи, половой сферы. А, то есть получается, если постоянные головные боли или боли в животе, это может быть как психосоматика? Да, это могут быть проявления психосоматические. А самим можно такой вот диагноз установить? Или это всегда нужно обращаться к специалисту? Самим через Google вообще очень много чего можно сделать. Конечно, это не рекомендуется, лучше всегда обращаться к специалисту. Насчёт кожных заболеваний. Я часто такое слышу, что аллергия или какие-то сыпь, зуд – это чаще всего к психосоматике относятся, чем к болезни так-таковой. Это так или нет? Да, аллергия имеет психосоматический компонент в том плане, что кортизол, который выбрасывается во время стресса, он очень хитрым образом меняет количество Т-лимфоцитов, которые как раз отвечают за иммунную реакцию. Но здесь есть один нюанс. Обострение аллергии может проявляться не медленно, не прямо после стресса, а отсрочно в течение нескольких дней после повышения уровня стресса. То есть здесь взаимосвязь не всегда может быть очевидна. А бывает ли психосоматика у детей? Чем она отличается от взрослого человека? У детей чаще психосоматика обусловлена каким-то внутренним конфликтом, когда родитель предъявляет противоположные требования к ребенку. То есть, допустим, родитель говорит ребенку, нужно быть хорошим, хорошо себя вести, не драться. Но в тот же день, допустим, ребенка обижает другой ребенок. И что делать в этот момент малышу? Драться или все же хорошо себя вести? То есть такие моменты тоже имеют место быть. А вот когда ребенок, очевидно, что он не хочет идти в школу, то есть испытывает трудности с общением, может быть, с обучением в школе, и придумывает себе заболевание. У меня болит голова, у меня болит живот. Это психосоматика или элементарное манипулирование родителями? Ну, изначально это может быть просто фантазия, что у меня болит живот. Но так как человек долгое время акцентирует на этом внимание, то есть если я сяду и буду две минуты думать о том, что у меня болит живот, у меня болит живот, то живот в конечном итоге заболит. Потому что внимание свое внутреннее я направляю вот именно туда, в ту область. А, то есть получается все-таки все болезни от нервов? Да, все болезни, вообще любая болезнь, любые симптомы — это такой своеобразный алярм для организма. Значит, что-то где-то игнорировалось, что-то где-то зажималось. Человек не давал себе в полной мере отдых, в полной мере расслабление. Вообще в психологии есть такое понятие, как триединство. Она заключается в том, что разум, тело и душа, психика в частности, они должны находиться в гармонии. А среднестатистический человек, он живет больше из головы в голове. То есть голова больше ценится, чем все остальное. То есть даже если мы вспомним пирамиду Маслоу, в самом основании ее лежат именно физиологические потребности, еда, сон, вода. Если фундамент этот будет достаточно хлипкий, то стоит ли говорить об устойчивости всей этой конструкции? А вообще как можно вылечить психосоматику? Насколько это трудный и долгий процесс? Терапия для каждого случая подбирается индивидуально. Должен, конечно же, учитываться образ жизни пациента, то, какая у него симптоматика превалирует. Но это в основном лекарственная, медикаментозная терапия и психотерапия. А что в этой ситуации лучше? Поход к психиатру или антидепрессанты? Что вы можете сказать? Поход к психиатру или антидепрессанты, да. Ну, в зависимости... Начнем с того, что антидепрессанты, их может назначить только врач-психиатр. То есть к психиатру пойти все равно придется. То есть одно без другого не бывает? Получается, что так? Да, антидепрессанты, они выписываются по рецепту, и их просто невозможно купить. А всегда ли при психосомантике назначают антидепрессанты? Или психотерапией можно обойтись? В зависимости от тяжести симптомов. Но, как показывает практика, чаще всего антидепрессанты назначаются. А вообще кто чаще и больше подвержен психосомантике? Кто входит в группу риска? Люди, живущие в условиях хронического стресса. Дети, пожилые люди. А почему дети и пожилые люди? А почему не трудоспособное население, которые... Дети, я имею в виду школьники. Школьники, на плечи которых очень много ложится. Со стороны родителей требования сейчас... Да, в школе сейчас очень много... Ну, точнее, у нас удаленка. Дети попросту не справляются с объемом. А пожилые? В чем причина тут? Почему они входят в группу риска по психосоматике? Ну, пожилые здесь роль играет то, что все-таки они склонны, скажем, периодически надумывать себе какие-то проблемы. Какие-то проблемы, да. Ну, то есть, если сердце чуть-чуть колет, то вот все это внимание, которое есть, оно направляется именно туда, и они начинают концентрироваться. Наверное, это поиск общения, да, нехватка общения, может быть, в этом заключается? Да, такой компонент тоже имеет место быть. Ага. А вот вообще вот... Еще такой вопрос. Паническая атака – это всегда ли психосоматика или из другого пера? Панические атаки – это защитная реакция организма, по сути, когда организм очень сильно перегружен. Если ранее я говорила о том, что любая болезнь, любой симптом – это алярм, то вот это вот острое состояние, вот именно паническая атака, которая говорит о том, что организму нужен отдых вот прямо сейчас. А как проявляется вот паническая атака? Панические атаки, они могут возникать спонтанно или же возникать в каких-то определенных условиях. Допустим, в общественном транспорте, в местах большого скопления людей. В основном это вегетативная симптоматика, учащенное сердцебиение, потливость ладоней, страх смерти. А в чем заключается профилактика вот той же панической атаки и психосоматики? Что нужно делать? Ну, профилактика на самом деле очень простая. Нужно хорошо высыпаться, сбалансированно питаться и полноценно отдыхать, полноценно расслабляться. Есть еще такое суждение, что психосоматика очень конкретно указывает причину заболевания, связанную с эмоциональными переживаниями. Например, что у детей, которые не чувствовали любовь в родителей, чаще возникают проблемы с аденоидами. Вот что по этому поводу вы думаете? На самом деле это не обязательно должны быть аденоиды, потому что в человеческом организме с точки зрения психосоматики, где тонко, там и рвется. То есть если это горло, это будет горло. Если это желудок, это будет желудок. Вообще, с научной точки зрения, соматоформные расстройства имеют такую механику, что активируется гипоталама, гипофизарно-надпочечниковой системы с нарушением циркадного ритма кортизола и серотонина, также активация процесса свертывания и воспаления. То есть на биохимическом уровне такие реакции происходят, что приводит к разным воспалениям. А еще вопрос, поскольку сейчас эпидемия, есть такое понятие, как постковидная психосоматика? Существует ли такое определение в психиатрии? Есть постковидный синдром, который может в себя включать тревожно-депрессивные расстройства. И опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, если насморк, значит у меня возможно ковид. Ну что ж, огромное спасибо за такую информацию. Я думаю, что она была полезна нашим телезрителям и радиослушателям. Сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, потому что, когда мы вернемся в студию, мы будем говорить о зрении. Так что, если у вас есть вопросы, как врачу-офтальмологу, звоните и пишите нам. Добрый день! Программа «Якутская сегодня» продолжает свою работу. Сейчас мы говорим о зрении, в том числе о зрении во время беременности. У нас в студии Стефан Георгиев, врач-офтальмолог, хирург Якутской Республиканской офтальмологической больницы. Стефан, здравствуйте! Здравствуйте! Друзья, телефон у нас в студии прежний, 32 006 6 32 11 66. Также вы можете задавать вопросы по нашему WhatsApp номеру 8 411 232 00 66. Пишите, звоните. Стефан, скажите, пожалуйста, я знаю и по себе в том числе, что у некоторых женщин во время беременности или сразу же после нее сильно ухудшается зрение. С чем это связано? Вообще сильное ухудшение зрения во время беременности скорее связано с образом жизни, который начинается у беременной женщины. Скажем так, у нее появляется больше свободного времени, она больше находится дома, и поэтому больше читает, скажем там, сидит в телефоне, еще что-то в этом роде. Если мы говорим о периоде до рождения ребенка непосредственно. Ну и это может приводить к определенному спазму аккомодации, то есть именно перенапрягаются мышцы, которые управляют хрусталиком, и это приводит к такому снижению зрения. Все это изменение зрения, оно проходит после того, как пройдет какое-то время. Плюс бывает, несмотря, ну все-таки происходит рождение ребенка, и это приводит к гормональному дисбалансу и может вызывать какие-то другие изменения, которые могут приводить к снижению зрения. Но все-таки, если беременная женщина заметила резкое ухудшение зрения во время беременности, ей нужно в первую очередь померить артериальное давление, и это очень важно, потому что это может быть знаком того, что начинается преклампсия. А это жизнеугрожающее состояние для повода им, в том числе, матери. Так, у нас уже есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый, говорите. Здравствуйте. А ведущая, очень прекрасный голос. И вот имя Стефана мне нравится. Спасибо. Спасибо. Я прошлой передачу хотел вот ему задать. Он московский офтальмолог, по-моему. Да. Да, человек на голову выше может наш. Поэтому, я думаю, Стефан очень опытный офтальмолог. У меня 70 лет. Валерий Иванович меня зовут. Очень приятно. Я хотел вас спросить, как мне профилактироваться от этого, клаукома. Три раза оперировался, и большой пользы такой нету. И сейчас вот страдаю, в глазах темно, Стефан. Что бы ты дедушке посоветовал бы своему дедушке? Посоветуй что-нибудь хорошее. Спасибо. Как мне профилактироваться от клаукомы? Один глаз плохо видит, а второй кое-как. Спасибо вам за звонок. Профилактика клаукомы. В чем заключается? Во-первых, я бы хотел сказать о том, что здесь замечательные врачи, и я бы не сказал, что они как-то отстают от мирового уровня, а не то, что, скажем так, российского. Поэтому здесь вопрос касаемо клаукомы. Значит, клаукома, как я уже говорил в прошлых интервью, что это хроническое неразгенеративное заболевание, и оно вызывается повышением внутриглазного давления, в первую очередь. И если пациент не соблюдает режим закапывания капель, у него повышается внутриглазное давление, происходит прогрессирование глаукомы. И, к сожалению, это необратимый процесс. На сегодняшний день нет каких-то доказанных препаратов, которые позволяют вернуть, восстанавливать именно зрительный нерв и восстановить его функцию. Поэтому все, что можно посоветовать, это следить за внутриглазным давлением. Если глаукома уже оперирована, то нужно в любом случае производить тонометрию по месту жительства для того, чтобы понимать, не повышается ли она выше значений, которые приведут к прогрессированию глаукомы. Также он должен наблюдаться в антиглаукомном кабинете, где он будет проводить оптическую гигерентную томографию дискозрительного нерва и могут следить за процессом нейродегенерации, потому что у некоторых пациентов даже при нормальном давлении может прогрессировать глаукома. И для этих пациентов нужно давление снижать еще сильнее. А вообще, хотела задать вопрос, но меня передел телезритель, радиослушатель. Добрый день, мы вас слушаем, говорите. Алло. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Это прямой эфир, здравствуйте. Это прямой эфир, да, задавайте вопрос. В общем, я оперировалась по поводу тройничного лицевого нерва. После этого на этой стороне глаз правый, правый все время болит. Только по утрам краснота, и вообще и яблоко болит, и этим глазом я плохо стала видеть. Своим окулистам показывала, они говорят, ничего, все нормально, от добра добра ищи. И что теперь мне делать? А насколько выраженное снижение зрения у вас, и с чем это связывает офтальмолог, который вас смотрел? Своим окулистам показывала, они говорят, ничего, все нормально, от добра добра ищи. Так, сейчас он услышит вопрос. Я не ходила в связи с ковидом, у меня возраст, большой возраст. Я человек-инвалид, поэтому я в поликлинику не хожу. Спасибо вам за звонок, Стеф, что вы можете по этому поводу. Неврология тройничного нерва не должна приводить к снижению зрения. Боли, которые есть, они могут быть связаны с каким-то другим процессом, либо быть непосредственно неврологией тройничного нерва. То есть, если это неврология тройничного нерва, то эту проблему лечит невролог. А если есть какое-то заболевание глаза, которое невозможно так оценить, скажем так, может быть очень много разных причин. Но в этом случае тогда нужно будет к неврологу. Дом специалистов. Так, давайте вернемся к нашей основной теме, скажем так. Поскольку мы стартовали год матери, который у нас в этом году в республике проходит, начался. И поговорим о зрении у женщин. Вы говорили о том, что нужно проверять глазное давление, и как сильно снизилось зрение во время беременности или сразу после родов? О каком ухудшении вы говорите? Насколько должно сильно ухудшиться зрение, чтобы бить тревогу? Я думаю, что пациент сам заметит то, что, скажем так, во время беременности вот состояние, про которое я говорил, это приквампси и квампси, это состояние, при которых очень сильно повышается артериальное давление. И в этот момент могут возникать абсолютно любые изменения в зрении. Могут происходить какой-то спазм сосудистый, может происходить отек центральной зоны сетчатки. Это может приводить к снижению предметного зрения. То есть пациент заметит явное ухудшение. Вчера было хорошо, сегодня плохо. Это вот такое вот ухудшение, это повод срочно померить себя. А это обратимо? Если у пациента высокое артериальное давление, то сейчас вопрос будет не к тому, как пойти к офтальмологу через неделю, а о том, как срочно снизить артериальное давление, чтобы не было серьезных осложнений для себя и для ребенка. А можно ли при большом минусе женщины рожать естественным способом? Или все-таки на кисерном сечении? Для этого есть определенные противопоказания, но они не связаны непосредственно с большим минусом, а они связаны с состоянием периферических отделов сетчатки. Если на сетчатке есть разрывы, то они требуют лазерной коагуляции. И, в принципе, если на глазном не все хорошо, то пациент может получить разрешение от офтальмолога рожать самостоятельно. Просто у пациентов с миопией есть, скажем так, больше рисков и предрасположенности к тому, чтобы эти разрывы были. А большой минус это вот сколько? Ну, большой минус, скажем так, больше пяти с половиной диаптрии, да, но вообще все пациенты обязательно должны проходить осмотр офтальмолога, вне зависимости от того, есть ли у них большой минус или нет большого минуса. Потому что разрывы на сетчатке могут быть не только у пациентов с большим минусом, но также и у людей с абсолютно нормальным зрением. Ясно. Еще такой вопрос, да, почему дети-торопышки, рожденные раньше срока, чаще страдают заболеваниями глаз? Что такое ретинопатия недоношенных? К сожалению, недоношенные дети, да, это очень большая проблема в офтальмологии. Связано это с тем, что сосуды сетчатки формируются именно к периоду нормального рождения ребенка. И если ребенок рождается недоношенным, то сосуды сетчатки еще не сформированы на глазном дне. И для того, чтобы, скажем так, поддержать жизнедеятельность ребенка, исходя из того, что не все его жизненно важные системы сформированы к этому моменту, его помещают в барокамеру с кислородом. И в этих квезах, в них высокое содержание кислорода, что приводит к тому, что начинают быстро расти сосуды сетчатки. И они растут неполноценные. То есть сетчатка начинает изменяться, образуется сначала крепень, потом через него прорастать начинают сосуды. И получается то, что вместо того, чтобы расти нормально в сетчатку, эти сосуды начинают расти в стекловидное тело, то есть внутрь глаза. И приводит к тому, что у ребеночка, к сожалению, уже все очень сложно. Поэтому очень важно за такими детьми следить. Обычно ухудшение наступает где-то на пятую неделю от момента рождения. И вот это такой критически важный период, в котором обязательно нужно наблюдать ребенка. Поэтому не нужно пропадать после того, как выписали из больницы. И обязательно наблюдаться у офтальмолога. Потому что в этом случае, если вот такая ситуация произойдет, на ранних стадиях можно помочь. И ребенок может сохранить очень высокую остроту зрения. А если эту ситуацию упустить, это может привести к полной потере зрения. Поэтому и она будет уже необратимой. Так, еще такой вопрос. Как коронавирус может отразиться на зрении, на глазах? Коронавирус, в первую очередь, вызывая гиперкоагуляцию, может приводить к окклюзиям центральной артерии сетчатки либо тромбозам центральной вены сетчатки. Это наиболее частые патологии, встречаемые при коронавирусе. Также возможны воскулиты, то есть воспаление сосудов сетчатки. И встречаются увиты после ковида, то есть воспаление сосудистой оболочки глаза. Достаточно часто встречаются также проявления синдрома сухого глаза после ковида. И также ухудшение всех аутоиммунных заболеваний, которые были. Если были проявления на глазах, они все усилятся и будут значительно более яркую клиническую картину проявлять. Но это же устраняется, это же можно от этого всего избавиться, вылечить. Ну, скажем так, не все это лечится, не всегда это, пациент приходит вовремя. Обычно люди продолжают бояться эпидемиологической ситуации и так далее. Думают вот потом, потом, и приходят уже очень поздно. То есть если донести, скажем так, до всех, что снижение зрения, особенно резкое снижение зрения, это повод срочно обратиться к врачу. Ага. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, через мгновение мы вернемся и вновь продолжим беседу о зрении. Так что звоните нам в студию, задавайте вопросы врачу-офтальмологу. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний 32 0066 32 1166. Также работает наш WhatsApp номер. Добрый день, дорогие друзья. Якутск сегодня продолжает свою работу. И мы продолжаем говорить о зрении. У нас в студии Стефан Георгиев, врач-офтальмолог, хирург Якутской республиканской офтальмологической больницы. Мы работаем в прямом эфире. Так что смело звоните нам в студию и задавайте вопросы. У нас поступил в WhatsApp вопрос, что такое отслойка сетчатки, какие предвестники, как предупредить и кто в зоне риска. Вот такой вопрос поступил. Значит, отслойка сетчатки чаще всего происходит из-за образовавшихся на ней разрывов. Это именно то, почему нужно появляться на осмотре у офтальмолога. И обязательно производить осмотр с широким зрачком. Большинство пациентов как раз противится против этого. Я считаю, что вот, я приду в другой раз, потому что им это неудобно. Но я думаю, что каждый должен выделить для себя время для того, чтобы осмотрели глазное дно. Потому что пропустить разрывы на сетчатке, это может привести как раз именно к этому самому, наверное, одному из грозных осложнений. Из-за болеваний, органозрения. Значит, для того, чтобы понять, что такое отслойка сетчатки, надо понять, что такое сетчатка. Сетчатка – это нервная ткань, которая воспринимает свет, попадающий в глаз. Именно она позволяет нам видеть и получить картинку. И если на ней происходит разрыв периферический, то мы это никак не замечаем. Максимум, что может заметить пациент, это какие-то вспышки или молнии на периферии. То есть вот они как-то где-то что-то будут мелькать. Это уже повод срочно обратиться к офтальмологу. Это значит, что образовывается какой-то разрыв или тянет стекловидное тело где-то за периферические отделы сетчатки. То есть какие-то искорки, молнии. Да, искорки, молнии, да, появление мушек каких-то, которых не было до этого. То есть если их резко стало больше, то это может свидетельствовать о том, что порвался какой-то сосудик, и пошла немножко кровь. И вот этот сосудик как раз тоже может порвать сетчатку. Вот. И значит, преобразование вот этого разрыва, вот этот разрыв может подтечь внутриглазная жидкость. И за счёт этого начинает сетчатка приподниматься, и она теряет своё питание, которое она получает от глубже лежащих структур глаза. И получается то, что она постепенно теряет свои функции. И чем быстрее будет произведена операция, тем выше будет острота зрения после операционного периода. То есть это всё восстанавливается? Это восстанавливается, но не полностью, потому что это зависит от того, какие отделы отсвоились. Если отсвоилась центральная зона, то всё равно сохранятся какие-то искажения, и полного восстановления зрения добиться практически будет невозможно. Но будет значительно лучше, чем потерять зрение полностью. Конечно. У нас телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Добрый день. Говорите, мы вас слушаем. Я насчёт глазной брач, да? Да, да, да. У нас в студии офтальмолог. Можно спросить? Конечно, конечно. У меня на глаз появился этот бельмо, да? Бельмо закрыл зрычок вообще. А это как летит в воду? Мне этот глаз живой. А глаз свет видит? А? Глаз видит свет. Глаз... Зрычок вообще этот бельмо появился. Бельмо появился на глазах. Глаз видит свет. И он закрыл всё. И мне этот... Всё белый. Белый показывает. И всё. У меня этот нерв живой. Живая. Ага. Спасибо вам за звонок. Стефан, что можете сказать? Ну, что я могу сказать? Просто некоторые пациенты разные вещи называют бельмом. То есть, бельмом кто-то называет именно белую роговицу. То есть, как называют пациента, я имею в виду. В этом случае может потребоваться трансплантация роговицы. Если проблема с хрусталиком, то есть катаракта, просто она может быть уже зрелая, быть совсем белая и непрозрачная, то тогда оперируется катаракта, ставится искусственная линза после этого, искусственный хрусталик. И как бы после этого пациент видит, если все остальные структуры глаза рабочие, скажем так. Ну, то есть, в этом случае нужно будет просто обратиться к офтальмологу для точной диагностики. Обязательно, и как можно быстрее, да, потому что... Не запускай. Да. Так, у нас поступил ещё один вопрос по WhatsApp-номеру. Какое влияние оказывает сахарный диабет на глаза? Ага. Сахарный диабет оказывает губительное воздействие на глаз, особенно при скачках сахаров, то есть, когда суточные колебания очень высокие. При высоких суточных колебаниях достаточно сильно страдает, в первую очередь, сетчатка глаза. Это как раз вот, как мы уже обсудили сегодня, это нервная ткань, которая позволяет нам видеть. И на ней начинают прорастать новообразованные сосуды. И потом они не просто новообразованные, они с неправильной сосудистой стенкой. Она очень ломкая, легко ломается, и из неё очень легко начинает протекать кровь. Кроме этого, она пропускает через себя просто жидкость, и это приводит к формированию мембран внутри глаза. Эти мембраны начинают стягивать сетчатку, и это формирует второй тип отслойок сетчатки, это тракционные отслойки сетчатки. Когда нет непосредственно разрыва, но есть мембрана, которая стягивает именно вот эту нервную ткань, тянет её и оттягивает её от глубже лежачих структур глаза. И как раз самым важным в данном случае является наблюдение у офтальмолога при наличии сахарного диабета и обязательно с осмотром глазного дна с широким зрачком. Это очень важно, потому что на начальных этапах это может очень хорошо помочь внутриглазные инъекции препаратов, которые снижают вот эти новообразованные сосуды, это антивГФ препараты. И тогда можно затормозить вот это развитие. Но в любом случае, в первую очередь здесь важно соблюдение именно режима гликемии. И каждый пациент, который приходит уже к офтальмологу, он должен прийти и знать свой гликированный гемоглобин. Потому что это очень важное значение для дальнейшего лечения. Ответ у нас, телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, ага. Здравствуйте. Можно, да? Да, конечно, мы вас слушаем, говорите. Алло. Да, да, говорите, задавайте свой вопрос. У нас такой вопрос. У моей дочери образовалась белая плёнка после... Алло. Да, да, да. Где коллизона? Куда мне обращаться в таких случаях? А где образовалась плёнка? В глазу, вот где чёрная. То есть снаружи, да, образовалась плёночка? Да, вот снаружи белая такая, она лёт в одном глазу, и она смотрит, как будто косо уже. Глаза уже идут. А на этом, на вот этом белом есть сосудики или нет? Алло. На этом белом видно какие-то сосудики или нет? Просто плёнка белая такая. Сосудов, значит, не видно. Ну, достаточно сложно сказать вот так вот, не видя пациента и не видя его глаз, что там произошло после халязиона, чтобы с роговицей что-то происходило. Наверное, это либо не связано, либо получилось, что какое-то помутнение на роговице такое тоже может быть. Но нужно посмотреть и понять, что там, потому что вполне возможно, что это птеригиум, если это нарастает как бы со стороны носа или в наружной стороны, наиболее частые такие проявления. Это когда конъюнктива просто нарастает на глаз, такое тоже может быть. Ну, в этом случае, опять же, не стоит запускать, нужно будет обратиться к врачу. Конечно, нужно обратиться к врачу, потому что всё-таки по радио не лечат, так скажем. Так, ещё у нас в WhatsApp вопрос, что лучше, очки или линзы? Вот такой вот экспресс вопрос. Я думаю, что это для каждого пациента очень индивидуально. Если пациент способен соблюдать гигиенические правила ношения контактных линз, то почему бы и нет? Если ему комфортно, в них глаза не сохнут, он хорошо их переносит. Если его режим дня позволяет ему носить контактные линзы и снимать их, чтобы комфортно себе спать ночь, и у него к этому моменту не краснеют глаза, и он чувствует себя комфортно, то контактные линзы такому пациенту подходят. А есть люди, которые абсолютно не переносят контактную коррекцию, им, конечно, для них лучше очки. Ещё один экспресс вопрос. Что лучше, электронная книга или печатная? Если это правильная электронная книга, то она практически ничем не отличается от печатной книги. То есть электронные книги есть с еинк-чернилами. Это вот книги, которые не мерцают. То есть постоянно статичная картинка находится на экране, и она не мерцает. То есть в отличие от смартфонов, планшетов и всего остального. Это называется электронные чернила. Такие книги, они безопасны для зрения, они практически не вызывают никакого губительного воздействия. Но если ты в этом не разбираешься, то лучше отдать предпочтение печатной книги. Лучше отдать печатной книги. Так, ещё вопрос. Передаются ли по наследству патологии зрения? Да, передаются, и существует достаточно много патологий, которые передаются по наследству. Это и заболевания зрительного нерва, и заболевания сетчатки, и те же самые, есть врождённые катаракты, которые генетически наследуются, и врождённые глаукомы, которые тоже наследуются. Есть в том числе и генетически предрасположенные, анафталин, то есть когда глаз вообще не формируется. То есть любое практически врождённое состояние, любая практически врождённая патология, она имеет генетическую основу за собой. Это, конечно, не 100%, но чаще всего так и есть. И ещё такой вот вопрос, на него короче, наверное, нужно будет ответить. Вы замечали ли вы по национальным признакам? Я, например, думаю, что у азиатов, включая корейцев, японцев, чаще они носят очки. Может быть, у них чаще плохое зрение, чем у европейцев, или я ошибаюсь? У азиатов, у азиатских народов есть такая особенность глаза, то, что он короче, то есть чем эмитропичный глаз, то есть чем нормальный в популяции, как это считается. И поэтому подвержен, да? Поэтому он подвержен гиперметропии, то есть плюсову плюсу. Именно поэтому приходится в момент, когда уже мышцы не справляются с вот этим вот, с аккомодацией, приходится надевать очки плюсовые и для близи, и для дали. Спасибо огромное, Стефан. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания.